Здравствуйте! С удовольствием представляю нашего гостя, поэта, барда Вячеслава Тимофеевича Кочурина. Но это вот мало, я сказал, два этих слова, поэты и барды. Вячеслав – это прежде всего человек нашего города, человек нашей культуры Николаевской, человек нашей поэзии, нашей литературы. И просто человек. – Еще дольше-дольше рассказывай про меня. – Хорошо, я постараюсь, время еще есть, 26 минут впереди. Я просто хочу у тебя спросить, Вячеслав, три четверти столетия у тебя за плечами, как себя чувствуешь? – Ну, чувствую по возрасту, как три четверти, так и чувствую, да. Осталось всего ничего до 100 лет. – Ну да, еще одна четверть. Вот как ты предполагаешь учиться в этой четверти? – В этой четверти, думаю, немножко совершенствовать то, что создано в первых трех четвертях. Кое-что подработать, кое-что изменить, кое-что вообще убрать, чтобы не было. Иногда есть такие стихотворения, за которые сейчас уже стыдно, и я бы от них отказался. А вот есть такие, которые надо еще совершенствовать и совершенствовать, потому что процесс этот, написание стихотворения и работы над ним, он бесконечный. Я постоянно возвращаюсь к тем стихам, которые я написал, с целью их усовершенствовать. Получается или не получается, но мне кажется, что к этому любой художник, любой поэт должен возвращаться к тому, что написано. Потому что проходит время, и ты уже новыми глазами смотришь на то, что ты создал. – Это хорошее начало передачи, я так думаю, тебе тоже оно нравится. Но я никак себе не представляю тебя без гитары. – А гитара вот случайно образовалась. – Да, как рояль, да? Рояль, нет, но гитара. Вот бери гитару, знаешь что, для чего? Для того, что все-таки давай какой-то зачин сделаем такой музыкально, словесно, поэтичный, который и направит наш дальнейший разговор в какое-то русло. Давай? У меня есть такое стихотворение, которое я исполню с помощью гитары, которое так и называется «Путь в детство». Распахнул однажды ворот у рубашки и поверив, что затея по плечу, Я построил самолетик из бумажки и в безоблачное детство полечу. Ну, а если от случайной неполадки он сорвется на подходе к виражу, Я опять же вырву листик из тетрадки и кораблик незатейливый сложу, Я опять же вырву листик из тетрадки и кораблик незатейливый сложу, Поплыву через года и километры, чтобы в детство заглянуть средь бела дня. Все мы в детстве мореходы и пилоты, Где-то там, на самом краешке земли, Где не гибнут из бумаги самолеты, И бумажные не тонут корабли. Где не гибнут из бумаги самолеты, И бумажные не тонут корабли. Ну вот, корабли-то в твоей жизни, Они не просто поэтические названия. Да, сколько кораблей в моей жизни было. Да. Много лет отдано китобойному промыслу, Работе в Антарктике. Поэтому и все то, что у меня написано, В основном связано с кораблями, с океанами, с плаванием, С теми людьми, с которыми я пересекался по жизни. Как тебе угораздило туда, на китобойную платье Слава? Это была не Слава, это была Советская Украина. Советская Украина. Она была построена у нас в 59-м году. И я как-то так проникся тем, Что это сулит такую романтику. И когда я окончил институт, Я попытался устроиться на китобойную флотилию в Одессе Преподавателем вечерних школ. И мне это удалось. Я вообще считаю, что когда человек очень хочет, Он все равно добьется осуществления своей мечты. И вот там я работал преподавателем вечерней школы. Ко мне приходили люди, которые старше меня. В основном земляки были. Из Николаева очень много было китобоев. Но я им всем ставил пятерки и четверки. По физике и по математике. Я окончил физмат. Потому что мне неудобно было поставить им двойку или тройку. Они приходили после смены по 12 часов, Калывали на палубе штормы, морозы. Ну, они приходили и засыпали. Я старался тише говорить, чтобы их не разбудить. Мне было важнее не законы математики и физики объяснять, А чтобы они выспались. И в эти моменты я чувствовал, что не я их учу, А то, что я учусь у них более важному в жизни, Чем они учатся у меня. Вот поэтому... Ну, проблемы с вечерней школой были и там. Однажды мы вышли в Лас-Пальмасе в увольнение. На берег. Да, на берег. И там местный народ, они такие маленькие, чернявые люди. Я одного так останавливаю, по-испански ничего не могу. Камерада, кроме слова камерада. Говорю, камерада, магазин, магазин. Где мне пройти в магазин? А он говорит, Вячеслав Тимофеевич, Я же ваш ученик, ученик с вечерней школы. Вот я не ходил, а меня приняли за местное население. Ну, хорошо. Это ж, наверное, для человека творческого, как же это было там полгода, почти без берега, без Николаева. Сколько же тебе было лет? Ты хотел еще продолжить без женщин. Ну, вот видишь, какой ты догадливый, потому что, наверное, это все... Нет, ну, во-первых, разные люди бывают. У нас были такие, которые не выдерживали этого. Даже бросались за борт, были такие, от тоски. Вот он отработал, и он ходит от борта до борта, от бака до кормы, и не знает, куда себя деть. А есть люди, которые чем-то умели себя занять, то ли кино снимали, фотографировали, на гитаре там играли, в самодеятельности участвовали. Вот таким людям было легче, потому что они сумели, умели себя приложить к чему-то. Вот поэтому тут очень важно иметь какое-то дело для головы, для рук. А у тебя было дело? Ты писал стихи уже? Ну, я там много писал. Много писал, да? По сути, да. Это был основной период моего такого творчества. Ты начал тогда записывать, да? Да. Ничего, сейчас вот не вспомнишь несколько строчек? Ну, а чего же? А ну давай. Под гитару или так? Как хочешь. Да? Да. Ладно. Работа называется. Ой, хорошая. Я знаю эту песенку. Идем сквозь шторм, и злую непогоду, И нет конца движения вперед. Мы день и ночь процеживаем воду Сквозь сеть меридианов и широт. Мы день и ночь процеживаем воду Сквозь сеть меридианов и широт. Обычная непыльная работа Скитаться у планеты по тылам Вот только соль от высохшего пота У нас с морской солью пополам Вот только соль от высохшего пота У нас с морской солью пополам Наперекор сомнению и страху И с года в год мы вновь спешим туда Где Антарктида словно черепаха Под панцирем не тающего льда Где Антарктида словно черепаха Под панцирем не тающего льда Мы вкалываем в рубах из брезента Под громыханье цепких якорей Рабочий класс шестого континента Колумбы неисхоженных морей Рабочий класс шестого континента Колумбы неисхоженных морей Сечет нас ветер сильных и усталых Хватает в плен назойливый туман И измеряет стойкость нашу в баллах Встав на дыбы великий океан И измеряет стойкость нашу в баллах Встав на дыбы великий океан Но тот, кто вновь пополнит наши списки Пускай придет немежкая сюда Где айсберги стоят, как обелиски В честь нашего бесстрашия и труда Где айсберги стоят, как обелиски В честь нашего бесстрашия и труда Это ж было еще до Высоцкого Это нет, почему? Высоцкий тогда уже был моим кумиром Но это ранний Высоцкий, когда он только начинал Под влиянием кого-то ты начал... Больше все-таки под влиянием Акуджавы Акуджава, конечно Дело в том, что Высоцкий, он более такой откровенный Более прямолинейный Акуджаву можно слушать каждый раз по-новому Поэтому вот как-то мне Акуджава ближе припал к сердцу Чем Высоцкий Хотя Высоцкого, я считаю, тоже вершиной Одну из вершин Вот это Акуджава, Высоцкий, новелла Матвеева И вот все хотел я спросить Висбор Висбор, да Вот он, Высоцкий, очень переживал И обидно ему было, что его не признавали как поэта Правда же, да? Ну, в общем-то, да Он даже общался с поэтами И одно время даже вел разговор о вступлении в Союз писателей Но ему сказали, нет, 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 еще рановато Потому что надо еще поработать Вот, причем я не буду называть фамилии Маститые поэты, известные Вот об этом идет речь Да, они как-то Все-таки вот Они чувствовали, что это соперничество Вот наша такая николаевская фраза Я и так и скажу Жаба все-таки из самых маститых Из самых известных Из самых талантливых Давит жаба, да? Ну, вот вообще хорошо, когда человек Радуется своему товарищу Каким-то успехом А есть люди, которые Ну, как-то вот Это не очень их радует И они стараются Не очень признавать И как-то палки в колеса вставлять Вот, я и хотел по этому поводу У тебя задать вот какой вопрос Вот сам по себе Ты поэт Ты пишешь А ты еще и Не только сочиняешь Но ты и стихи, но и песни Вот это землячество поэтическое Которое здесь было Вместе с тобой у нас В Николаеве Как она влияет На твое творчество На твою судьбу На твое сознание На все твое Как человека Дело в том, что Моим учителем в Николаеве Человек У которого я учился Это был Эмиль Январев Он, в общем-то, учитель Всех наших поэтов Которые Вот, поэтому я Очень многому У него научился Он критиковал меня нещадно Когда я ему присылал Из Антарктики свои стихи Даже оттуда он Это вычеркивал Это целое Мне было обидно Но я чувствовал, что он прав Слушай, Эмиль же такой Деликатный человек был Да Что касается поэзии Хорошо, когда поэт Вот есть люди, которых Стоит покритиковать Он бросает все Или вообще не признает Ничего Но я чувствовал, что Январев прав Вот он Я смотрю То, что он вычеркнул Действительно Не, ну у тебя хватило Надо заменить Вот она все-таки Способности Сообразить, что он прав Да Старался это изменить Как-то к лучшему Поэтому Ну давай У тебя этот год Такой юбилейный Но нельзя Обойтись без этого сюжета Захід відбувся в міському палаці творчості учнів А привітати поета Барда Пришли родичі, друзі Та прості поциновичі його творчості Сегодня всемирный день поэзии Ну и так получилось, что он совпал С моим юбилеем Я решил сделать свой творческий вечер И вот в рамках дня поэзии Коллеги пригадали, як вперше відбувалась їх зустріч А родичі розповідали цікаві історії життя миття Я знакома с ним очень давно Я писала його портрет в 72-м году Когда он только приезжал Мы семьями дружили Мы на море были Соревновались Мне хотелось догнать его по юмору Он очень актуальный Вот художник, он должен быть поэтом Они должны отражать свое время У него очень хорошо это получается Також привітати Вячеслава прийшли учни Миколаевского морского ліцею Я собираюсь получать эстетическое наслаждение Познакомиться с этим композитором, с его работами Он стал автором нашего гимна морского ліцея И мы будем его пить Після официйної частини Я помню прекрасно, это было в четвертом классе Я был тогда влюблен в девочку, которая тоже училась со мной в четвертом классе И все мои знаки внимания, как толкание в спину, дергание, закосы Ни к чему не привели, она на меня даже внимания не обращала И только после того, как я написал небольшое стихотворение И она обратила на меня внимание Також поділився, что сейчас надехает его писать Дело не в музе, а в том, что сейчас столько происходит в мире всех событий Что остаться в стороне от этого нельзя И поэтому каждый день диктует новые темы, которые потом превращаются в стихи Превращаются в прозу, превращаются в книги Вячеслав Тимофеевич – автор 20 поетичных збірок Написав понад 100 песен А дополнением вечера стала новина про то, что его сборник вийде арабской мовой в конце этого года Тож на згадку про такую подию Пета одягли национальные арабские броня Ну что после этого, или стихотворение читай, или давай снова песню, чтобы тебе сейчас... Нет, ну уже песни, наверное, надоели нашим зрителям Я прочитаю какое-нибудь это стихотворение Эта ночь была тихой и звездной, и акация буйно цвела На углу слободской и привозной нас укрыла цветущая мгла И от этой стихии душистой захмелела моя голова По листве безмятежной и чистой сумасшедшие плыли слова Ты смеялась меня, завлекая, целовала под сенью ветвей Что же ты, боевая такая, вдруг любви испугалась моей Не звонить, не искать не велела Сразу к сердцу отрезала путь Только руку пожала не смело И сказала про все позабудь Если хочешь, считай несерьезной Но в душе не вынашивай зла Просто ночь была тихой и звездной И акация буйно цвела Вот для меня ты, Вячеслав, все-таки Николаев в первую очередь Знаешь, как это здорово Все твои вот вальсы Николаевские Они у меня до сих пор на слуху И не только у меня, конечно, правда же, да? Но мне нравится, что ты точно и четко ощущаешь Николаевских людей Помнишь, какие-то у тебя были интересные рассказы О том, что у вас уборщица или в этом самом... А, да, да, да Ну, я о конкретных людях очень часто пишу Ну, расскажи о ней И, по-моему, ты что-то написал по этому поводу Да, она называется «Хозяйка двора» В понедельник, четверг и в субботу Много лет, как обычно, с утра Приезжает в наш дом на работу Тетя Соня, хозяйка двора Инструменты ее тряпка и веник А работа груба и проста Был бы мусор сметен со ступенек Да у дома была бы чистота Тетя Соня строга и упряма Но словечко бывает остра На нее наши модные дамы Смотрят искоса и свысока С ней у них отношения негладки Но она с незапамятных пор В образцовом содержит порядки Оба наших подъезда и двор А на стенде в семнадцатом Жеке Тетя Соня снята молодой В сапогах у походной аптеки И в пилотке с жестяной звездой Все на ней аккуратно и ровно Жаль не знает никто из жильцов Что уборщица Софья Петровна Из огня выносила бойцов Что она с сорок первого года И по самый победный парад Санинструктор стрелкового взвода Два ранения и девять наград Только утро забрежет в окошке Тетя Соня является в дом То метлою шуршит по дорожке То пустым громыхает ведром Все как есть на земле принимая Чистит, моет, скребет и метет И с надеждой девятого мая От жильцов поздравления ждет Надеясь на откровенный ответ Я задам вот такой вопрос Так муза или музы? Ну я думаю тут 50 на 50 Вот так вот, да? Да И все-таки что это дает? Ну что дает? Это дает вдохновение Это вселяет уверенность Муза обязательно должна У человека пишущего присутствовать в душе И эта муза всегда помогает Это общее слово А в этом смысле будем говорить так честно На что в жизни запомнилось Именно с женщинами связанной, с девушкой? Связанной с женщиной? Ну вот одно стихотворение я прочитал Про хозяйку двора Перед этим я тоже прочитал стихотворение Цвела акация тоже о любви Вот, я не знаю Ты хочешь, чтобы я еще какое-то стихотворение? Хочу, да, да Только о любви, о любви и о любви Да, вот все говорят, что Николаев Город не вес, город не вес, докажи Или ты не согласен? Ну вот у меня книжка вышла Да Только-только вышла книжка Да, вот давай И здесь есть стихи и о любви, и о чем угодно Ну вот это может быть Что? О любви к друзьям Да, да, хорошо За селом, где дремлет речка Где растет сосновый лес Ходит, бродит у крылечка Детство, чудо из чудес Я бегу играть коврагу Как за три девять морей Десять слов на всю ватагу У считалочки моей На золотом крыльце сидели Под одной большой сосной Царь-царевич, король-королевич И сапожник, и портной Мне сейчас хотя бы взглядом Поглазеть на старый дом Посидеть с друзьями рядом На крылечке золотом Нет ни дома, ни крылечка Ни поляны, ни сосны Только небо, только речка Только сказочные сны Где ж село мое родное Где скамейка под сосной Где то время золотое Ёлки-палки Лес густой Да, ну это очень оптимистично Конечно уже Ну где я буду тебе о любви искать Конечно можно на этом Вседорении заканчивать Нашу передачу Ну во-первых я хочу показать эту книгу Она совершенно Да, это первый экземпляр Да, вот покажите Первый экземпляр Тираж какой? Тираж пока сто Пока сто Наши На большее денег не хватило Это как всегда, ради Бога Мы Ну что, деньгами и закончим тогда Есть у тебя в этой книге Такое стихотворение Вот, которое Связанное с Связанное с А, ну да, как раз Пожалуйста Оно будет Как раз Это Кстати Превозносят поэтов Нардепы Стать лицом Благодарной страны Потому что жизнь Есть жизнь Она продолжается Я желаю тебе Вячеслав Той четверти Четвертой Хороших отметок По поэзии Хороших отметок По жизни Закончится четвертая четверть Опять приглашайте меня Хорошо Отчитаешься четвертой четверти Спасибо До свидания